Анна Терешкова. Империя драконов. Книга вторая. Чародейка смерти. Глава первая. Надеюсь, ты не зря притащила меня в эту дуру. Раздраженно забармотал Нил Мэйн, окинув брезгливым взглядом лавку торговца черного рынка. Хозяин данного заведения как раз сейчас лежал без чувств у старой лестницы, ведущей в его кабинет, где совершались незаконные сделки по перевозкам запрещенных артефактов и скупке магических сосудов. Какую цену он затребовал? Скептично выгнул бровь принц, отметив расплывшийся фингал под левым глазом мага и расквашенный нос. Сказал, с бабами сделки не заключает. А ты, я смотрю, настояла. А я не баба. Фыркнула темная, прокашлялась и почтительно склонила голову. Прошу прощения, что вынудила встретиться здесь. На нужной мне вещи стоит защита. Если вынесу, она сгорит. Не было времени искать и дезактивировать артефакт. Мракенберг развернула к нему потрепанный фолиант. Указала на пожелтевшие от времени страницы, где почти полностью выцвели чернила. «Видите схему пентаграммы?» — указала она на принесенный с собой свиток белого пергамента. Это печать смерти. Образуется во время убийства чистокровного дракона. А это... Диа соткнула пальцем с острым черным ноготком на страницу того же старого фолианта. Схоже с печатью смерти, но здесь несколько отличий. Вместо руны гибель — возрождение. Вместо жертва — избранная кровь. И три дополнительные архаические руны. Оборот, меняющая кровь — подчинение. Обратите внимание на золотой круг в самом центре. Эльфийка выдержала зловещую паузу и добавила. У адептки Виллиас такой же на теле. Это единственное, что я увидела, использовав око. Но выглядела эта печать как обычная татуировка. Никакого магического колебания. Этому фолианту не один век, и такой пентаграммы, как бы я ни искала, больше нигде нет. Ни одного упоминания о подобном. Если об этом больше нигде не упомянуто, не думаю, что есть повод для паники. Спокойно ответил старший сын владыки свободных земель, снова окинув внимательным взглядом схему. «Вам ли не знать, как императорские семьи умеют менять историю?» — не согласилась с ним Диэса. Ньюл Мэйн поморщился, но вынужден был признать правоту Эльфийки. «Ты видела еще что-нибудь?» «Нет», — мрачно покачала головой темная. «В том-то и проблема. Даже у пустых есть еле заметная колеблющаяся аура. Но в Виллиас не было ничего. Это в принципе невозможно, учитывая наличие эфира. И не одного, а двух». Печать на ее теле скрывая тауру, задумчиво произнес дракон, обойдя грубо вытесанный стол из черной древесины. «Не имея ни малейшего представления. Но мне впервые было так сложно использовать ока». Диэса замолчала, вскинула неуверенный взгляд на прохаживающегося по лавке принца и осторожно произнесла. «У меня нет допуска к императорским архивам. Он есть только у императора», — незамедлительно ответил Нил Мэйн. Взял с полки металлическую бляшку с гербом на Росской империи, покрутил в руке, разглядывая высеченного цербера. «За проникновение в императорский архив отправляют в крепость отверженных, если решат, что ты еще можешь быть полезен. Или на плаху, если решат, что нет. И без вариантов», — добавил дракон. «Вернул символ вражеских земель на место и повернулся к эльфийке, которая скептично искривила губы, намекая, что Нил Мэйна это, в общем-то, ни разу не останавливало». «Так ты поэтому обратилась ко мне?» И Эларенес, и Шевьен, конечно же, не знают. «Иначе меня бы здесь не было», — отрезала темная. «Я прекрасно осведомлен о твоей верности брату. В противном случае уже бы давно избавился от тебя», — улыбнулся светлый. Мракенберг хмыкнула, ни секунды не сомневаясь, что так бы и было. И все же горечь от вынужденных действий от дракона не укрылась. «Не стоит угнетаться, Диэса, в свое время Эларенес поймет. Какое бы решение наследный принц не принял, мне останется лишь принять его». В последний год эльфийка слишком часто повторяла эту реплику, но никогда не переставала надеяться, что Эллы сможет простить. Он и Шевьен стали для нее незаменимой семьей, терять которую она не намерена. «Контроль Эларенеса ослаб», — отрешенно произнес Нилмейн. «Тогда почему он не убил Арею, когда обернулся драконом? Ему хватило выдержки?» В последней мысли старший принц уж очень сомневался. «Он утверждает, что дракона контролировала Виллиас. Но что больше выводит меня из себя?» Пауза и разъяренная. «Она приказала Эларенесу убить Шевьена!» «Судя по тому, что твой благоверный жив-здоров, приказ не был исполнен». Насмешливо заметил дракон и уже без тени улыбки произнес. «Считаешь, Арея намеренно не вложила силу в слова?» «Я отсутствовала, когда это случилось». В голосе эльфийки негодование смешалось с ненавистью. И последнее относилось к самой себе, потому что ее не было в такой важный момент рядом. «Проклятые поцелуи, насколько мне известно, требуют слов подчинения. И тот, кого подчиняют, должен сам коснуться губ ведьмы». «Элла и по ошибке забрал ее первый поцелуй? Или же это было спланировано Ареей?» — порассуждал он вслух. Взглянул на Диесу. «Что было после этого?» «Мы...» Темная запнулась. «Нас не было рядом, Эларенес приказал проверить территорию», — стушевалась Мракенберг. Светлые глаза дракона потемнели, черты лица заострились, что вынудило эльфийку впервые в жизни отступить. Элла и сказал, а Рея его ударила. Кстати, вспомнила Диеса, мысленно обругав себя за утрату хладнокровия. А бровь Нилмейна удивленно поползла вверх. Но уже в следующую секунду грянуло убийственное... Он бы не помнил слов, что она произнесла. Так действует проклятый поцелуй. Дракон выругался, уперся ладонями о стол, где остались следы от кружек со спиртным, чей запах витал в воздухе, смешавшись с затхлостью, и снова выругался, брезгливо отряхнув руки. Император безмерно ценит своих советников. Но если ты подтвердишь факт контроля Ореи над Эларенесом, избавься от нее без лишнего шума. В полумраке лавки, лицо дракона, в глазах которого появился отсвет раскаленного золота, выглядело жутко. Наследному принцу это не понравится. Ему бы многое не понравилось из того, что уже сделано. Мы не можем позволить навредить будущему императору. Отрезал Нил Мейн. Я позаботилась о том, чтобы моя группа и группа Ореи были направлены в пригрыд Райхола. Пару дней назад я выяснила у проезжавших торговцев, что в горах были замечены измененные. Дознаватели и стражи об этом пока не осведомлены. Если получу доказательства, монстры сделают все за нас. Я за этим прослежу. Эларенес ничего не узнает. В империях стало слишком неспокойно. Появление измененных и некромантов говорит о том, что они начали действовать открыто. Нахмурился дракон. Последние недели советники неустанно только об этом и выли на каждом демоновом заседании, которое Нил Мейн уже как кость в горле. Прежде чем избавиться от ведьмы, узная, какие цели она преследовала. Мои методы действуют безотказно. Еще никому не удавалось скрыть от меня правду. Ядовито оскалилась темная эльфийка. В свою комнату я влетела с такой скоростью, что дверь с грохотом приложилась о стену. Жалобно скрипнула и по инерции начала закрываться. Удар ноги – бах! Скрип! Бах! Да прекрати ты казенное имущество громить, метелка бешеная! Заорала Тири, подскочив на ноги. Я вскинула голову. Злобно оскалилась, но тут же удивленно моргнула, заприметив скромно пристроившихся на моей кровати лешего и духа дракона. Эльд был… Точнее, не был деревцем, как в прошлый раз. Тарш явился в своем истинном обличии. Сейчас, даже в сидячем положении лешего, я могу отметить, что ростом он больше семи футов. Кожу болотного цвета прикрывали на вид плотные кожистые листья неизвестного мне растения. Ярко-зеленая оборотка чуть ниже шеи, такого же цвета длинные волосы, разметавшиеся по полу. Большие глазищи, все того же изумрудного оттенка, но с прямой, продолговатой, тонкие губы. И чудное боязно. «А что же это моя спасительница-избавительница, злая как черт?» – закономерно поинтересовался Тарш. А после листва его угрожающе покраснела. Обросла колючками, и он, подскочив на босые ноги, чуть не опрокинув непонятно откуда взявшийся чайный столик, где расположились кружки, конфеты и лесные ягоды, свирепо прорычал. «Кто то ты, ротокаянный, шо посмел обидеть мою ведьмочку?» «Уважаемый леший, вы здесь как бы инкогнито. Хватит вопить!» – угрожающе потрясла светлая пальцем. «А ты?» – разгневанный взгляд на меня. «Изволь предупреждать в следующий раз о гостях. И вообще, леший? Серьезно? Из-за него вся академия на ушах стоит. Так нет же! Еще и дух дракона в придачу. Боюсь представить, кто будет следующим». Дохлый дракон. Алчно оскалилась я. Дух издал недоуменное «ря» и перемахнул подальше к окну. Забыла, значит, с кем имею дело? Да я, похоже, совершенно представления не имела. «Столовый что? Гномью брагу разливают?» – за могильным голосом спросила Тири. Я не ответила. Подошла к письменному столу, опустила на него сумку, силой сжав кожаный ремень. Злость немного поубавилась, но ее место занял противный липкий страх. «Элара Несмитиан, наследник свободных земель, знает о чарах смерти, что я использовала. В голове не укладывается, как Исса могла написать о подобном. «О, великая Тиамат! Что мне теперь делать? связаться с дядей?» Я хлопнула себя по щекам ладонями, на корню отрезав эту идею. Он и знать-то не знает о случившемся в недалеком прошлом. А узнает, будет казнен за сокрытие преступницы вместе с нею же, то есть со мной. Однако не похоже, что Элли собирается донести об этом дознавателям. По крайней мере, пока. Тири, прости за неудобства. «Эльт, дракоша, давайте отложим наши посиделки. Мне нужно подготовиться к завтрашней практике». «Так мы поможем!» Тут же вызвался Леший. Эльфика грациозно поднялась на ноги, медленно прошла ко мне и опустила изящную ручку на мое плечо. «Что случилось? Но тебе лица нет». «Кажется, мне снова придется бежать», — хотелось ответить. «Но тогда в крепости отверженных станем соседками, а ей вряд ли там подготовят королевские хоромы». «Ага, а нами!» Я ее прокляла. И даже не солгала. «Уже вся академия судачит», — кивнула Тири. Я поморщилась. «Как слухи-то быстро разлетаются!» Даома собирается отомстить. «Не вопрос». Констатация. «Чем я могу помочь?» — решительно настроилась Эльфика, гаденька улыбаясь. «Подпортить жизнь магички я всегда рада». Вместо ответа я взяла и обняла светлую. Мне просто нужно было почувствовать чье-то тепло, ощутить чью-то жизнь, сожалея о том, что Малеке нет рядом. Но тогда она бы вытрясла из меня правду, а это разрушило бы жизнь нам обеим. «Эмм», — растерялась Эльфика. Недолго думая, Леш из гроба осталась в свои сильные длиннющие ручищи и сжал так, что я с Тири одновременно захрипели. Дракоша обделенным быть не захотел, и уже через секунду я почувствовала легкое тепло от призрачных крыльев. «Да, что было бы, войди сейчас кто-то в нашу комнату», — Сипла выдавила Тири. «Объятие — это всегда хорошо», — одобрительно заметил Леший. Я не выдержала и рассмеялась. «Легко, звонко, и впервые за долгое время». «Если с удушением, то есть с обнимашками мы закончили, давайте вернемся к столу и обсудим план защиты», — внесла предложение Светлое, освободившись от тисков Эльта. «Вы возвращайтесь, а я сначала найду подходящий артефакт», — улыбнулась им. «Все же мне предстоит выстоять против троицы сильнейших адептов, а не выскочки Анами». Первым делом я открыла гримуар. Для его подробного изучения мне понадобится не один месяц, но сейчас нужна информация для конкретно одной цели — защитить свою жизнь. Слишком мало времени, чтобы тратить его на просмотр каждой страницы, уповая, что найду нужную. Намереваясь сохранить как можно больше драгоценных минут, я выставил над гримуаром ладони, шепнув заклинание поиска. Десятки страниц, поддаваясь магическому порыву ветра, начали стремительно переворачиваться. И на тех страницах, где была информация о защите, появлялась бледно-голубая руна. «Это гримуара?» — раздалось над духом чрезмерное удивление. Поиск я резко прекратила, обернулась к Тире. «Тот самый, который передается из поколения в поколение, когда ведьма проходит обряд посвящения в Ковине?» Глаза Тире сейчас светились живейшим любопытством, прямо в точности, как у профессора Амиса, когда этот женоподобный тип рассматривал меня в роли занятного экземпляра для изучения. «А ты много об этом знаешь», — улыбнулась я Эльфике. Он достался мне от мамы после ее смерти. Обычно в таком случае гримуар остается в Ковине до времени, когда Верховная передаст его следующей ведьме из рода. Но моя мама... Я запнулась. Ушла из Ковина. Так что гримуар достался мне сразу. Как я прошла... Очередная запинка. Достигла возраста Вознесения. «А это...» Эльфика нахмурила брови, вглядываясь в строки. «Это что за каракули? Язык какой-то?» «Нет». С моих губ непроизвольно сорвался смешок. У меня не было времени и возможности подтвердить высказанную Иссы и Малекой теорию. Но, очевидно, все взаправду. Никто, кроме меня, не сможет прочесть гримуар. Леший, с видом дворянина, попивал чай из маленькой кружечки с золотыми вензелями, смешно оттопырив мизинец, и бросал в нашу сторону внимательные взгляды, всем своим видом показывая, что от него не ускользает ни одно слово. «А если обойти защиту, я бы смогла им воспользоваться?» — потерла Эльфика ладони в предвкушении. «Невозможно!» — поспешила я утихомерить разыгравшегося в ней ученого. «И для начала ты Эльфика. Светлая Эльфика Тири. Любой темный гримуар создается на крови. Мы с тобой не родственницы. Книгу ведьмы смогут прочесть только мои кровные наследники. Но если у меня не будет детей, в случае моей преждевременной или естественной кончины, гримуар сгорит. Какая занятная вещица!» Загребущие ручки потянулись к гримуару. Но стоило соседке коснуться страниц, как ее словно хлыстом ударила вспыхнувшая пламенем ленточная закладка, вшитая в кожаную обложку. «Какая злобная вещица!» — внесла изменение светлое, поднеся губам травмированные пальцы. «Прости, нужно было предупредить. Виновата отозвалась я. По глазам вижу, как бы тебе хотелось изучить эту вещицу. Но, увы». «Увы!» — печально произнесла соседка. «Ты хоть нашла, что искала?» «Нет, еще нет». «А какого рода должна быть защита?» «Такого, что меня в качестве недипломированного артефактора могут отправить в крепость отверженных. Аркан Мьерн я смогла бы использовать только раз. Но ключевой момент смогла бы. После создания артефакта использование высшей магии мне не светит. Так что найти и создать магическую защиту — мой единственный выход». «Какие-нибудь идеи?» Идей не было. Вернее, была одна, но щит не остановит темную эльфийку, светлого мага и дракона разом. И для создания подобного артефакта у меня нет главных ингредиентов. Под сочувствующим взглядом Тири я в изнеможении оперлась ладонями в стол, склонившись над гримуаром и немигающим взглядом уставившись на запечатанную страницу. «А здесь ничего не написано», — подметила Тири. Над нашими головами раздалось громкое сербанье. Леший все с той же фарфоровой кружкой и оттопыренным мизинцем потягивал горячий чай, но проявлять любопытство решил молча. Относительно молча, если не считать раздражительно громкое чаепитие. «Ага», — невесело кивнула я, искосо взглянув на Эльта. «Я тоже ничего не вижу». Леший активно закивал, щуря изумрудные глаза, и, видимо, пытаясь увидеть. «Но ты говорила...» «Эта страница скрыта защитной магией. От меня». Недовольно пробормотала я в ответ. Дерганным жестом перевернула страницу, и тут же поморщилась, тихо взвыв от боли. Эль чуть было не опрокинула на себя кружку, а я вырыгалась, когда несколько капель крови упала на гримуар, и, покуда искала, что приложить к порезанному обумагу пальцу, услышала нервный голос Эльфики. «Она больше не пустая». «Что?» — не поняла я, прижав столовую салфетку к кранке и протянув другую лешему, ибо чай все же был пролит, когда тот в попыхах поставил кружку, звякнув эльфийским фарфором облюдца. «Благодарю», — смущенно отозвался Эльт. «Страница», — вернула мое внимание Тире. «На ней появляются те самые каракули». Нахмурившись, я взглянула на гримуар. На странице, что была пустой, прямо сейчас строчка за строчкой, формула за формулой, кусочек рисунка за кусочком, словно записывались невидимой рукой. Капли крови впитала бумага, и, что более важно, в уголке страницы мерцала бледно-голубая руна поиска. «Что там?» Мы все дружно, то бишь Леший, Дракоша и Тире, склонились над гримуаром. Но видела-то только я. Смотрелась в название. Связующее заклинание крови и ауры. Быстро пробежалась по описанию, схеме и формуле. И это было невероятно. Если я свяжу себя этим заклинанием с кем-либо, с ним произойдет то же, что и со мной. Все, что почувствую я, ощутит и он. Ни Диесса, ни Шевьен не смогут мне навредить, не навредив при этом Эларонису. «Не тайми, ведьма, что там такое?» — поторопила Светлая. «Мое спасение», — прошептала я, не отрывая глаз от гримуара. «В данной ситуации это куда действеннее артефакта». «Ведьма, я выбью из тебя признание силой. Ушками клянусь, так и будет», — пригрозила эльфийка. Но вместо того, чтобы дать ответ, я снова бросилась на Тире с обнимашками. «Стоять!» — ряфнула она на Лешева, когда тот расплылся в довольной улыбке и шагнул к нам с явным намерением присоединиться. «Ты ошибаешься, если думаешь, что я отстану от тебя, не получив объяснений. Это уже мне». «Я нашла нужное заклинание», — не скрывая радости, ответила я, отстранившись. «Не артефакт?» — удивилась соседка и подозрительно щурясь уточнила. «А это твое заклинание, часом не запрещенное?» «Что ты! Другое меня просто не спасет. А с чего такие выводы?» «Не зря же оно скрыто было», — выдала упущенную мною очевидность светлая. «Хотя то, что запрещено в одной империи, разрешено в другой. Например, в королевстве Арташа, в империи Шихиен, куча некромантов. И поговаривают, даже маги смерти бродят. В подземных государствах также разрешено многое, что запрещено у нас», — пожала она плечами. «Но со своим уставом в чужой монастырь не ломятся, а потому придерживаются установленных законов». «Не все», — быстро добавила Тири, заметив мой скепсис. «Ничего из того, что ты сказала», — вынужденно солгала я. «Не стоит радоваться раньше времени и бежать впереди дракона. Когда заклинание будет иметь силу, тогда я подниму бокал эльфийского». «Тири, я тут подумала, не хочется ей врать, но там дознаватели, тюремная камера и королевские хоромы отсутствуют. С санами я разберусь позже». «Ты о чем? Практика уже завтра и...» «Верно. Практика означает, что мне придется выйти за пределы академии. Умус может быть там, выжидая удобный случай. И такое появится меньше, чем через сутки. Тут уж с какой стороны посмотреть. Это ведь не совсем ложь. А связующее заклинание на время оградит от этого напыщенного павлина. Я буду решать проблемы по мере их поступления. И вот что-что, а Элую не стоило угрожать и шантажировать темную меня. Он еще узнает, что значит ведьма, загнанная в угол. Заклинание, которое я использую, потребует почти все силы. Осторожно, начала я. «Сдурела?» — повысила голос светлая. «Ты же можешь умереть!» «Я в любом случае могу умереть. От рук Омоса, Диэссы или Измененного. А может мне на голову свалится раненый дракон или мной перекусит какой-нибудь зомби. Я не вижу будущего. Все мы когда-нибудь отправимся за грань. Но если оставлю все как есть и просто буду плыть по течению, из этого точно ничего хорошего не выйдет. Заклинание меня не убьет. Я постаралась вложить в слова как можно больше уверенности. Недоверчивый взгляд Тири, подозрительный Эльта. И дракоша, переводя взгляд с меня на Лешего, вдруг подражая Зеленому, недоверчиво сощурил ярко-голубые глаза, обнажив белоснежные клыки. «Я в любом случае сделаю это», — сообщила непреклонной Троице и уже обратилась к Светлой. «Но с твоей помощью шанс протянуть ноги и провалиться в бездну уменьшится». «Ты же знаешь, магия во мне...» «Мне не магия твоя нужна», — поспешила я успокоить Эльфику. «Когда закончу, ты дашь мне целительное зелье». Я указала на небольшой деревянный ларец с защитными рунами. Оба пузырька. Больше у меня просто нет. Буду уповать на свою живучесть и надеяться, что этого хватит. В моем артефакте накопились жалкие крохи энергии, но даже они не будут лишними. «Ушками чую, я об этом пожалею», — тоскливо протянула соседка, опустившись на стул. Я с мольбой посмотрела на Тири. Эльфика шумно выдохнула, глубоко вдохнула и с какой-то злорадной улыбкой подметила. «Только если ты, ведьма, скопытишься, и ректор придет поглазить на твой околевший труп, я скажу, что так и было». «Я живучее, чем ты думаешь», — победно улыбнулась ей. «Ты ведьма», — в который раз одним утверждением обозначили мое будущее. «Но стервозных магов я тоже не прочь наказать». «Ну, так-то, а мне чего делать?» — осведомился Эльф, заняв прежнее место за чайным столиком и ублетая конфеты. «Прости, но я даже не знаю, чем ты можешь мне помочь. Я в принципе не собиралась эксплуатировать Тарша». «Разберусь по ходу дела», — решил Леший. «И как будешь действовать? Ты же понимаешь, что защита Академии среагирует на заклинания подобного уровня», — скрестила соседка руки на груди. «Не среагирует», — поспешила я ее заверить и пояснила. «Нашу комнату защищает магия домового». «Да... домового?» — Тирия даже вперед подалась. «Тот самый, который оберегает светлых ведьмочек?» «Ага. И почему я об этом узнаю только сейчас?» «Нет, почему этот представитель маленького народа защищает темную?» «Сама же говорила, я еще и светлая». А он заключил сделку с Маликой, развела я руками. «Не гоже домовому заключать сделки с демонами». «Не демон она», — хмыкнула я. «Да?» — но скалится похлеще профессора Бальтера, — не согласилась соседка. «Ты взгляд, ты ее видела?» «Не видела». А я смотрела прямо в ее глаза, когда она меня в комнату не пускала. И скажу я тебе, Бальтер по сравнению с ней сдает позиции, а он как-никак житель хаоса. Решив не тратить время на споры, я быстренько переоделась в ночную рубашку, после чего открыла окно, впуская в комнату прохладный ночной воздух. Небо затягивали серые тучи, но подобного рода заклинания не требуют луны или звезд. Поставила на полу небольшую чашу исчерненного серебра и кинжал, инкрустированный черным ониксом, который способен отрезвлять мысли, настраивая их на нужный лад. Подавлять страх, вызывать проницательность, придать мужество и уверенности в себе. То, что нужно для опасного заклинания. Устроившись на полу, напротив открытого окна, я обернулась к тире. Эльфика кивнула, продемонстрировав два пузырька целительного зелья, всем самым говоря, что готова. Эльф стоял в шаге от меня, хмуря изумрудные кустистые брови и отрешенно поглаживая сидевшего на его плече дракошу. Сделав глубокий вдох, я щелкнула пальцами. Гримуар медленно опустился мне на колени. Это заклинание создано моей прабабушкой. В небольшой приписке, в конце страницы, значилось, что формула и схема совершенствовались 307 раз. Это значит, она терпела поражение сотни раз, но не сдалась и довела свою работу до конца. Покрепче сжав кинжал, я сделала глубокий вдох и, задержав дыхание, надавила наточенным лезвием на запястье, делая надрез. Услышала скрип собственных зубов, глухой стон, царвавшийся с губ. Очередной глубокий вдох-выдох позволил отрешиться от боли, холода, мгновенно сковавшего душу. От присутствия всех, кто был в комнате. В маленьком мерке, наполненном тишиной и тьмой, существовали только я и звук падающих капель крови, что наполняли серебряную чашу. Все еще недостаточно. Тело должно ослабнуть сильнее, до грани смерти. Только тогда я смогу коснуться ауры Эларониса. Легко, невесомо, так что он не почувствует. Так, что не засечет ни одна охранная печать, в тишине ступая по тропе призрачных граней. Головокружение постепенно усилилось. Холод начал пробирать до костей. Реальность уплывала все дальше. Звук капель эхом заполнил все пространство. Я опустила голову. С трудом сфокусировала взгляд на страницах гримуара. «Алерас инсом ошисе», разнесся мой тихий голос. «Охши рамен нон ми эр алтас». Воздух задребезжал. На смену холода пришел жар. А слова беспрерывным эхом продолжал кружить ветер. Мир, заполненный мраком, разбавили цветастые краски, вьющиеся вокруг ауры. Появились очертания комнаты и предметов. Я полностью погрузилась в транс, мягко ступив на тропу грани. Больше не чувствовалось головокружения и слабости. Смерть не дышала в колок, касаясь кожи опаляющим холодом. Отвернувшись от окна, я взглянула на тире. Красивое лицо эльфийки искажали страх и беспокойство. Бледно-розовая аура хаотично кружила вокруг светлой, что крепко сжимала в ладошках пузырьки с зельем. Леший снова побагровел и оброс колючками, продолжая неотрывно смотреть на мое тело. К нему я не оборачивалась, ощутила. Хотя я представляла, что могу увидеть там нечто более жуткое. Выйдя за дверь, я медленно двинулась по коридору. С каждым шагом, ощущая ауру Элая все сильнее. Дракона, как и предполагала, я нашла в его комнате. Он сидел за столом, склонившись над кучей бумаг и свитков. Медленно обошла Шевьена, который расположился напротив Элараница в кресле, перелистывая очередную страницу книги. Шагнула к дракону, завершая связующие заклинания. Легкое касание к золотистой дымке ауры светлого, и он оглянулся. Нахмурился, вглядываясь в пустое пространство. «Арея?» Я отшатнулась, в испуге приложив ладони к груди. «Связь установлена, но сейчас она практически не ощущается. Заклинание вступит в силу с первыми лучами солнца». «Тогда что это?» «Шестой раз за прошедший час». Бросил маг, не отрываясь от чтения и не скрывая раздражения. «Нет, мне показалось…» Элла растерянно оглядела пространство, где я до этого стояла. Сейчас же спешно направлялась к двери. «Мне нужно вернуться. Вернуться как можно скорее». «Что?» — спросил Шевьен, все так же перелистывая книгу. «Присутствие Ареи». Книга была захлопнута, хмурый взгляд устремлен на принца. А я так и замерла у двери. «Твое чувство вины переросло в паранойю, мой друг». С некоторой долей сочувствия подметил Ронмарх. «Иди к лекарям, или поднимай свою императорскую задницу и иди к ведьмочке с повинной. Расскажи правду, отдай демонову письмо и спи спокойно». Буднично посоветовали Элларнису, вернувшись к чтению. «О чем он говорит? Чувство вины? С чего бы этому наглому драконюшке чувствовать вину? Твои «мне показалось» плохо скажутся на контроле. А нам без того проблем хватает. С обвинительными нотками добавил Шевьен. «Я лишь почувствовала возникший вихрь ауры. Мощная, угрожающая, смертоносная». Но Ронмар не дрогнул, только уголки его губ искривились в усмешке. «Не стоит, Элларнис. Я один из немногих, кто не испытывает страха в твоем присутствии. Или ты уже запамятовал наше знакомство?» «Я не забываю тех, кто хотел меня убить». Эллар расслабленно откинулся на высокую, обитую синим бархатом спинку стула. «Я тебя спас!» — фыркнул маг. «Но до этого собирался убить». Губ дракона коснулась ироничная улыбка. «Но передумал же!» «Именно поэтому ты носишь звание моего трэга», — снисходительно продолжил Элларнис, посмеиваясь над угрюмостью друга. С затаенным дыханием я продолжала слушать разговор, когда почувствовала дикий укол боли. Из грани меня вырвало с невообразимой силой, зачем последовал холод. Жуткий, липкий холод. «Дышит! Эльд, я слышу ее дыхание!» — вскрик Тире. «Скорее!» — перед глазами размазанная картина. Мелькающие тени, роящиеся цветные точки. Но уже в следующую секунду мир заволокло беспросветной темнотой, а беспокойный, наполненный паникой голос эльфики потонул где-то на отголоске сознания. Субтитры создавал DimaTorzok